По всей России, в том числе и в Подмосковье, прошла декада инвалидов. Ее главная цель – обеспечить людям с ограниченными возможностями здоровья активное участие в социальной и общественной жизни, оказать дополнительную помощь, проявить внимание и заботу. А сегодня у нас по-настоящему неординарное событие. Творческая лаборатория, в ходе которой коллективы из Москвы и Московской области поделятся своим опытом в поиске различных путей самовыражения людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники и воспитанники Денежниковского психоневрологического интерната приехали в Раменское с выставкой сценических костюмов и театральными миниатюрами. У нас театральные, у нас на базе нашего учреждения очень много творческих коллективов, всевозможных организованных, сотрудниками и совместно с получателями социальных услуг. Они наши главные идейные вдохновители на все. На базе нашего учреждения существует театр, моды, пародии, иллюзии, кураж. Давно уже существует. И также у нас существует танцевальный коллектив «Вдохновение», которые и все эти коллективы являются лауреатами и призерами всевозможных и всероссийских, и областных, и международных конкурсов. Дизайн костюмов, которые используются в театральных постановках, придумывает Антон Злодеев. Молодой человек не имеет специального образования. Всему он научился сам. В его планах к 8 марта в подарок женщинам создать образ Филиппа Киркурова. Пришла идея. Я пошел, допустим, к соц.отделу своему, специалистам к соц.отделу. Я им начинаю рассказывать свои идеи. Специалисты начинают мои идеи превращать в рисунки. Я уже подправляю, где что-то так, где что-то не так. Как, допустим, вот мы, когда вот этот костюм составляли, мы его нарисовали, как он должен быть, как он должен быть. У меня пришел в 12 часов ночи идея. Я пошел утром же, пошел к Алле Александровне. Она мне его нарисовала. И я уже потом уже сшил его. С премьерным спектаклем до Камени Воровского приехал Московский театр «Мирт». Его участники подготовили постановку «Как хочется оставить всех живых». Тот материал, который мы привезли сегодня, он ознаменован еще 80-летием, который отмечает вся страна. 80-летием битвы, великой битвы под Москвой. И вот фактически наш спектакль посвящен этому времени, ну не этому времени, он посвящен поэзии, посвящен памяти людей, поэтов, которые и были фронтовиками, и прошли этот тяжелый путь испытаний. Я всем желаю, самое главное, здоровья, успехов, вдохновения творческого, неиссякаемого совершенно. Вот, несмотря ни на какие-то, так сказать, климатические условия, погодные условия. Вот, хочется, чтобы все, так сказать, не испугались этого крепкого мороза большого. И пришли сегодня на этот праздник, Дом культуры. Алена Иванова, Сергей Григорьев, Егор Кабанов. Для программ Городские вести.